друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки сегодня по традиции для понедельника я проведу вебинар и стрим голосовом чате телеграм-канала кстати а ссылка на телеграм-канал будет доступна в описании к этому ролику и в течение дня друзья вам будет предварительно предложено несколько тем на выбор соответственно та которая наберет больше всего ваших голосов станет центральной в ходе моего сегодняшнего эфира поэтому поучаствуйте в опросе проголосуйте ну и соответственно всех вас жду в прямом эфире в 16.00 по московскому времени кому как удобно если есть возможность подключиться на ютюбе там будет презентация возможно визуально же будет более интересно но если нету голосовой чат также очень хороший вариант а стать участником этого мероприятия и безусловно у вас будет возможность задать вопрос по интересующему вас активу я за то чтобы коммуницировать друзья за то чтобы вести диалог и очень стараюсь и закрывать все пробелы которые у вас возникают потому что хочу чтобы вы прекрасно разбирались в фундаментальном фоне если он вам интересен в принятии торговых и инвестиционных решений ну что ж эта неделя стоит сразу сказать нужно пристегивать ремни потому что волатильность будет дикой сразу несколько регуляторов проведут заседание и я полагаю друзья это точно не будет оговоркой или ошибкой что новогодняя рождественская ралли начнется вот буквально в эту среду когда американский регулятор проведет очередное заседание очередное по счету может быть но по значимости но опять же не хочется переоценивать конечно же на влияние решение регулятора на динамику финансовых активов но я почти уверен то что то что скажет американский регулятор очень сильно раскачает динамику доллара ну и разумеется по цепной реакции затронет все прочие финансовые активы не нравится фрс не нравится доллар тогда пожалуйста заседание европейского центрального банка в четверг и еще заседание банка англии в общем есть из чего выбирать я уверен какой-то из этих инструментов точно вам интересен каком-то из них вы ищите ответ на вопросы что будет там с определенной категории финансовых активов ну и соответственно те ответы вам будут предоставлены что касается американского доллара мы в пятницу как и все участники рынка следили за отчетом по инфляции и я полагал что поскольку индекс потребительских цен очень важен для регуляторов принять решение относительно сокращения программы количественного смягчения он будет настолько резонансным для динамики доллара что мы увидим выход индекс американской валюты из вот этого всем наскучившего уже коридора но этого не случилось друзья видимо потому что участники рынка получили еще один аргумент будущих решений для будущих решений федрезерва и сейчас уже в ожидательной позиции готовится к развязке которая произойдет в эту среду когда на будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора если причины говорить что инфляция разочаровала но если так можно выразиться вы понимаете что разочаровала тех кто ставит на рост американского доллара более низкими значениями на самом деле нет индекс потребительских цен 6 и 8 процента рост 6 и 2 процента это значит то что сейчас инфляция на максимуме за 35 лет и такого роста потребительских цен достаточно чтобы фрс все-таки сдержал свое слово которое было дано регулятором две недели назад во время выступления джерома паула перед банковским комитетом сената сша когда американский регулятор по сути анонсировал готовности ускорить темпы сокращения программы количественного смещения потому что проблема инфляции стала настолько очевидна что игнорировать его на просто нельзя над регулятором стали смеяться поэтому фрс не сделал конкретное заявление относительно того что он произведет следующие конкретные изменения в программе ки и что станет основанием для более раннего повышения процентной ставки но очень много было сказано о том что это необходимо сделать и ранее говорил что трейдеры инвесторы они в принципе сами все додумывают и сейчас консенсус прогноз уже предполагает что американский регулятор в эту среду удвоит темпы сокращения программы количественного смещения со текущих 15 миллиардов до 30 это значит то что программа ки будет завершена в марте и это также значит то что в июне ставка фрс будет повышена впервые за время пандемии когда она была снижена до нулевой отметки для того чтобы создать условия благоприятные для поддержания темпов экономического роста базовая инфляция сша 49 процента 4 и 6 то есть это отчет который не учитывает в отличие от основного индекса потребительских цен цены на продовольственные товары энергоносители поэтому даже а те кто придирается обычно к статистике им сейчас нечего возразить инфляция растет а по всем фронтам и это нужно просто признать также как и признать необходимости действий со стороны регуляторов чтобы остановить вот этот безудержный рост по итогам этой неделе друзья я рассчитываю увидеть бодрости покупателей и доллара я рассчитываю то что фрс наконец-таки начнет менять свою риторику в на сторону и постепенного ужесточения и я рассчитываю на то что вместе с а курсом ростом курса доллара мы сможем заработать по ряду коротких позиций по рисковым активам рынка форекс который мы еще держим своем арсенале а это европейская валюта который также как и всю прошлую неделю обхаживают уровне 113 как раз друзья такая скромная динамика главного валютного риска еще одно подтверждение того что участники рынка ждут фундаментальной развязки по поводу ухо прочих негативных факторов это куча уже стран есть которые вновь и вынужденных условиях ограничительных мер связанных с борьбой властей с распространением нового штамма омикрон слабая статистика которая является логичным следствием всех вот этих ограничений и вообще довольно вялые скромные показатели экономического роста и мрачные перспективы на дальнейшее восстановление единственное что могло бы сейчас позволить европейской валюте резко вырастить это разворот на 180 градусов риторики и фрс и европейского центрального банка то что фрс включает заднюю и отказывается от того что нужно ужесточать политику европейский центральный банк тоже меняет свое мнение считает что сейчас пришло время отказаться от экономических стимулов но это невозможно друзья поэтому я предлагаю пока что работать по тренду и тем более что моё традиционное дополнение в последнее время эти трендовые динамики сейчас неплохо поддерживаются еще и показателем рыночных настроений британская валюта 1 32 50 это спекулятивная сделка для тех кто хочет действовать здесь сейчас учетом национальных рисков а национальных рисков достаточно для англии сейчас это кризис связанных с последствием переговорческого процесса с брекзитом то есть очень много претензий франции по вопросам рыболовства по вопросам северной ирландии какой-то неразрешимый политический процесс да еще и введенные карантинные ограничения которые вступили в силу в эти выходные друзья тоже серьезный негативный фундаментальный негативный фактор цели 1 30 вполне реально австралийцы вот здесь единственная из немногих рисковых активов рынка форекс валютная пара и инструментов стрельский доллар который может еще обновить локальные максимумы это 0 73 цели остаются прежними американский фондовый рынок видимо 5000 пунктов мы увидим друзья потому что фонда продолжает расти и сейчас с нп 4725 пунктов биткоин 49000 не увезли его выше 50000 это значит то что я был прав относительно рисков связанных с китайским застройщиком и виргранда напомню что фич понизли рейтинг этой компании до ограниченного дефолта каждую минуту каждый час на рынках может объявиться новость о том что он эта компания объявила дефолт готовьте друзья к этому имейте ввиду я могу быть и не прав что может быть каким-то чудом эту компанию спасут но если бы наверное спасли ее то это произошло бы гораздо раньше а сейчас каждый месяц это просроченное обязательство которое копится как снежный ком растет недоверие и негатив инвесторов которые готовят коллективный иск о признании собственно на банкротство компании чтобы хоть что-то получить за счет продажи тех основных фондов которые имеются у этого предприятия так рынок нефти 76 05 опять же мы видим серьезную волатильность на рынке черного золота и медвежья динамика преобладает как было под конец прошлой недели и опять же периодически инициатива переходит к покупателям причем новостной фонд связан с омикроном он остается таким же негативным как и раньше когда нефть мы стали продавать очень трудно сейчас разобраться в этих настроениях инвесторов и я я предлагаю когда рынок сам не может определиться с динамикой не рисковать я ранее говорил что если бренд заберется выше 76 50 то тогда этот актив можно будет оставить в покое найдем в следующий раз более оптимальные точки входа и посмотрим уже куда рынок может прийти на перспективу опять же уже первого квартала 2022 года друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание и хорошие торговой недели всем пока